Артём мечтает о путешествии в Поднебесную. Как звучит китайский, слышал только в Ютьюбе. Решил заняться основательно. И вот всего шестой урок в Центре языково-переводов и уже сам начинает говорить. Мне нравится Китай как сама страна. Интересны эти иероглифы, необычные произношения. Я родителям говорил, что мне интересно было бы изучать этот язык. И родители узнали, что тут открылись курсы китайского, и я пошла сюда. Я думаю, продолжать учить китайский. Если что, поехать путешествовать по Китаю. Александра китайский учила самостоятельно. Сложно. Нужна помощь профессионала. По хэнхау. Тана. Очень важно. То есть одно произношение может означать совсем разный перевод. Разный перевод. И это очень важно. И в этом трудности есть. Написание иероглифов тоже. Фильмов очень много достаточно смотрела, которые сняты были в Китае. И вообще хотелось побывать в Китае. Татьяна практиковала язык прямо в Китае. Говорит, он не такой сложный, как кажется, но весьма оригинальный. Желательно обладать музыкальным слухом. Язык очень эмоциональный. Это тональный язык. Существует четыре тона, которые определяют значение одного и того же слога. Например, слог «ма», произнесенный разным тоном, может иметь четыре значения. Если «ма» – первый тон, ровный, это первый слог от слова «мама». Если мы произносим его «ма» вторым тоном, то это уже «лен» обозначает, да? Ну, культура такая «лен». Если мы произносим третьим тоном «ма» – это лошадь. И четвертым тоном «ма» – это ссорица. Поэтому все иероглифы имеют тон. Алфавита и букв нет, зато есть иероглифы, много иероглифов. Означают слова, цифры и даже целые фразы. Например, графема «речь» выглядит вот так. Она присутствует в иероглифе таком, как «язык». Так, присутствует в иероглифе говорить, присутствует в иероглифе читать. Сколько их насчитывает? Около 10 тысяч. Чем образованнее китаец, тем больше иероглифов он знает. Катя из старшей группы планирует освоить уровень носителя. Это пятый из шести уровней знания. Более 1200 иероглифов, но это в будущем. Я думаю, между стюардессой, это прямая мечта, прям я хочу. И, ну, переводчиком еще может быть. Он совсем другой, то есть он полностью кардинально отличается от... Ну, мы привыкли там русский, английский язык, а здесь совсем по-другому все. Начиная от грамматики, заканчивая произношением. У Людмилы юридическое образование. За китайским пришла ради интереса. Стараемся уже писать иероглифы. Сколько это получается. Взрослые осваивают прописи, дети больше воспринимают на слух. А вот грамматика совсем простая. Не то, что немецкий, например. Нет ни склонений, ни споряжений, ни толком времен. Есть настоящее время и прошедшее. Допустим, дзо делать. Дзола сделал. Есть много шипящих таких звуков, которые нужно напрягать свой артикуляционный аппарат необычным способом. Потому что мои студенты иногда говорят, болит горло и болят мускулы лица. Но все это очень быстро привыкаешь. Я смотрю, что получается как у детской группы, так и у взрослой. Китайцы говорят, учить русский язык для них куда сложнее. Он им кажется совсем нелогичным. Говорить слишком много приставков. Вот это чуть-чуть трудно, но терпимо. И еще есть говорить ца. Говорить, говорить ца. Зато в китайском не так просто с названиями стран. С оригиналом совсем не похоже. Китай, вы уже слышали? Чунгго. 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 Франция. Факуо. Правда, есть исключения. Например, название нашей страны вполне узнаваемо. Пожелаем Приднестровью доброго утра на китайском. Приднестровье, зао шан хао.